И давайте также вспомним, что в день Европы в Киев прибыла президент Европарламента Роберта Мецола, которая оптимистично, во-первых, высказалась касательно официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. По ее оценкам, они должны начаться уже до конца первого полугодия 2024 года. И также она заверила украинского президента о том, что несмотря на выборы нового созыва Европарламента, Украина сохранит, да, приверженность этого органа, собственно, поддержка Украины сохранится, имеет в виду. Как вы оцениваете главные заявления наших гостей и на что бы вы больше всего обратили внимание? Безусловно, крайне позитивно оцениваем, потому что это четко показывает не только заявления, но и действия. Четко показывает, что с Украиной продолжают солидаризироваться страны Европы и Европейского Союза. Вот подавляющее большинство этих стран четко понимает природу войны, понимает те риски, которые несет Российская Федерация европейскому континенту. И, соответственно, абсолютно независимо, и вот на это я бы обратил внимание, независимо от результатов выборов Европарламент, которые состоятся в июне, на мой взгляд, нам будет опять же подавляющее большинство депутатов, евродепутатов, которые точно будут во всем поддерживать Украину. Более того, сейчас эта поддержка, на мой взгляд, выглядит намного более объемно, намного более структурно, системно. И, соответственно, эта поддержка будет выражаться, если уже смотреть в небольшую проекцию на будущее, будет выражаться в резком наращивании инвестиций в военные производства в европейских странах. А для нас это важно, потому что американская поддержка — это ситуативность здесь и сейчас. Это то, что на складах находится, этого отлично. Но, тем не менее, нам нужно точно понимать планы, каким объемом военного инструмента мы будем располагать через месяц, два, три, шесть и так далее. Вот как раз-таки европейские парламентарии, точно понимая, какие риски несет Российская Федерация, настаивают на резком наращивании военных производств в их странах, ну и, соответственно, на передачу всех этих инструментов Украине. То есть, на мой взгляд, Европа изменилась, фундаментально изменилась, кардинально изменилась. Она гораздо более действенна сейчас, более точно понимает, что реальная политика, время так называемой реальной политики закончилось, что все вот это толерирование России, все вот эти заигрывания с Россией, все вот эти заходы в наблюдательные советы российских сырьевых компаний, бывших чиновников, бывших министров, канцлеров даже и так далее и тому подобное, все это привело к фатальным последствиям, и, соответственно, сейчас ситуация кардинально иначе выглядит. Выглядит она следующим образом, я бы три пункта выделил. Первое. Европа не заинтересована в тесной интеграции с Россией, как это было еще там 3, 5, 10 лет назад. Второе. Европа понимает, что Российская Федерация в таком виде, как сегодня выглядит, в виде такой классической путинской авторитарии. Она крайне опасна и крайне агрессивна, и будет этот потенциал агрессии все время пытаться реализовать, не только на территории Украины. И третья составляющая. Очень важная, что Украина действительно фундаментально ключевая страна для, собственно, переформатирования безопасностного пространства Европы и гарантирования Европе будущего как такового, где будут правила, где будет действовать международное право и тому подобное. И касательно уточнения тогда официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС, на что обратил внимание Роберто Миццола. Как известно, с 1 июля в Совете есть начинает период представительства Венгрии, поэтому она отметила, важно принять необходимое решение для этого еще при бельгийском председательстве. Какова вероятность вашей оценки? Я думаю, что решение будет, смотрите, независимо от того, что есть две страны в Европейском Союзе, которые там занимают особую позицию, имеют право, мы с вами понимаем, что в демократии не бывает единогласия по всем вопросам, что там всегда идут дискуссии, кстати, та же Миццола об этом и говорит, что дискуссии всегда присутствуют, что нет такого, чтобы единогласно все сказали «да», опять же, еще раз подчеркиваю, без предварительных обсуждений. Но, тем не менее, независимо от того, что существуют вот эти отдельные особые мнения, тем не менее, позиция Европейского Союза все более ужесточается с точки зрения необходимости действительно быстро проходить юридические переговорные процедуры и, соответственно, четко определить будущее Украины, будущее место Украины в едином европейском экономическом пространстве. Другой вопрос. Более сложные идут подготовительные работы по началу переговорных процессов о вступлении в военно-политические альянсы. Вернее, сейчас это скорее выглядит как военно-военный альянс НАТО. Это, да, более сложная работа. Но, тем не менее, я думаю, что вот эти стандартные процедуры будут быстро пройдены, и Украина начнет переговорные процессы абсолютно точно, как можно быстрее. Другой вопрос. Будет ли как-то пытаться тормозить та же Венгрия при поддержке той же Словакии эти процессы? В какой-то степени да, но, на мой взгляд, опять же, Венгрия, давайте будем объективными, Венгрия точно так же заинтересована в процветании Европейского Союза, то есть в расширении рынков, в расширении возможностей, в расширении, скажем так, торговых взаимоотношений внутри Европейского Союза. Да, она несколько своеобразно трактует сегодняшнюю роль Российской Федерации. К сожалению, не все понимают те фундаментальные базовые риски, которые Россия несет. Россия — это не торговый партнер. Россия — это вообще не идеологический, культурный партнер и так далее. Россия — это страна, которая всегда будет претендовать на доминирующие позиции, всегда будет пытаться унизить любого партнера. Рано или поздно она всегда приходит к этому. И, соответственно, к сожалению, вот эта неправильная трактовская роль России, она несколько оттеняет синхронизированное действие двух этих стран внутри Европейского Союза. Но, тем не менее, не вижу здесь никаких возможностей заблокировать для Украины и начало переговорного процесса, и его действенное и быстрое разрешение. Ну и, соответственно, не вижу никакой возможности заблокировать осознание подавляющим большинством жителей Европы, что Украина — это неизменная часть европейского пространства. И, прежде всего, экономического, но точно так же информационного, и культурного, и политического, что это абсолютно суверенная страна, абсолютно субъектная страна, которая никакого отношения к России не имела. Да, была действительно в составе Советского Союза, но, тем не менее, и ментально, и культурно, и исторически это разные совершенно ветви цивилизации. Ну, раз уже начали говорить о Европе, на этой неделе также все наблюдали за трехдневным визитом лидера Китая в Европу. Как оценивать результативность этого визита в контексте того, удалось ли президенту Франции Эмманюлю Макрону, конечно же, в паре и в этот раз, с главой Еврокомиссии Урсула и фон дер Ляйн, убедить лидера Китая, скажем так, повлиять на диктатора Путина в вопросе прекращения войны против Украины. Ну и, конечно же, не помогать Российской Федерации. Были заявления, что власти Китая обязались воздержаться от продажи России любого оружия, будут строго контролировать экспорт товаров двойного назначения. Верите, Михаил? Давайте шире посмотрим на эту проблему. Китай осторожен. Китай сейчас формирует для себя новое политическое позиционирование. То есть Китай гораздо более глобален, чем был до полномасштабного вторжения России. Китай самостоятельен. Китай заходит на то поле, в котором чувствовал себя не совсем уверенно. Сейчас он пытается понять, как дальше действовать. Безусловно, там один, два, три диалога на уровне господина Шольца, господина Макрона, госпожи фон дер Ляйн. Сразу получить Китай, который будет лоялен к проевропейской позиции по войне в Украине, это тяжело. Ну, нужно продолжать это делать, нужно объяснять природу войны, причины войны, те риски, которые несет Китай в том числе. Потому что, еще раз, Китай, тут я зафиксирую, Китай крайне заинтересован в стабильных правилах игры. Китай крайне заинтересован в прогностическом понимании, как будет развиваться и глобальная экономика, и глобальная политика. Да, Китай хочет сидеть за столом переговоров, за глобальным столом определять эти правила, но, тем не менее, он не заинтересован в том, в чем заинтересована Россия. В хаотизации, в разрушении глобального миропорядка, в разрушении глобальных правил. Китай в этом точно не заинтересован. Более того, Китай абсолютно точно понимает, что Россия — это нестабильный партнер. Наоборот, это партнер с нестабильной психикой, если так, может, с коллективной психикой нестабильной, которая всегда будет генерировать риски, которая всегда будет уменьшать прибыльность от тех или иных договоренностей. Но Китаю необходимо вот это свое место зафиксировать. Еще раз подчеркиваю, он только выходит в эту новую для себя нишу, не только глобального экономического присутствия, но и глобального политического присутствия. Китаю нужно понять поле игры. И, соответственно, он заинтересован. Смотрите, Китай заинтересован, чрезвычайно заинтересован в теплых отношениях с теми или иными европейскими странами, потому что это доступ к высокотехнологическим рынкам, к рынкам финансовым и так далее. Китай хочет иметь такую трехстороннюю конфигурацию, Европейский Союз как самостоятельный большой игрок, Соединенные Штаты как самостоятельный большой игрок, Китай как самостоятельный большой игрок. И, соответственно, пытается вот это все сейчас сконструировать. Будет ли Китай аккуратен по отношению к России? В какой-то степени да, это будет более аккуратная позиция сейчас, потому что, еще раз подчеркиваю, Китай точно не заинтересован в эскалации, в продолжении войны, в разрушении глобального порядка, как такового, в разрушении правил. Но, тем не менее, будет ли он полностью отказываться сейчас от Российской Федерации? Нет, потому что как раз-таки вот эта неадекватная позиция России, неадекватное поведение России как раз-таки и привело к вот этому возможности Китая переформатировать глобальный миропорядок, ну то есть стать более влиятельной страной. Но, опять же, для того, чтобы понимать, как дальше будет развиваться ситуация, Китаю нужно осознать, что Россия — это точно не путь созидания, а только путь разрушения. И поэтому, чем дольше Россия будет в таком состоянии находиться, в путинской итерации государства, тем больше будет издержек, в том числе для Китая, вот попыток сохранить стабильность в мире. То есть, грубо говоря, чем дальше война тянется, тем больше разрушительные последствия будут для всех стран, не только для Украины. То есть экономика будет просаживаться, финансы будут просаживаться, технологичность будет просаживаться, конфликтности будут нарастать, терроризм будет нарастать, появится гораздо больше энтропии, нестабильного характера вообще в глобальных отношениях. И, соответственно, Китаю рано или поздно все равно придется принять решение, как быть по отношению к России. Россия, на мой взгляд, вот здесь очень важно, как раз-таки к этому нужно постепенно подходить. Россия должна быть изолирована. Но для того, чтобы Россия действительно была изолирована, это должен принять решение не Клуб Рамштайн условный, который поддерживает Украину, а как раз-таки страны глобального юга, страны с нейтральным статусом, страны, которые относятся к той же системе БРИКС, где Россия является членом. Вот эти страны должны для себя принять решение, что Россия это, конечно, только риски, только повышенные издержки и только непрогнозируемое будущее. Но, опять же, с этим нужно работать, нужно разговаривать. И очень хорошо, что европейские лидеры приезжают в Пекин и проводят встречи в европейских столицах. Ну и, понятно, отдельной строчкой можно коротко сказать, что встречи в Сербии и Венгрии, это те страны, которые так или иначе долгое время были ориентированы по разным причинам на Российскую Федерацию, сейчас нуждаются в переориентации. Они об этом публично, конечно, говорить не будут, но, тем не менее, Китай для них это абсолютно точная опция выбора, приоритетный выбор. И, соответственно, они хотят иметь вот такого партнера, как Китай, вместо партнера такого, как Российская Федерация. Это тоже неплохой сигнал. Ну и тем более, что президент Словакии, Вучич все-таки говорит, что его страна продолжает путь в Европейский Союз, что тоже, наверное, неплохой сигнал. И причем он прозвучал перед приездом лидера Китая Синь Цзиньпина. Так вот, саммит глобальной мира, собственно, как по мне, это шанс для того, чтобы переубеждать эти страны, которые вы только что и вспоминали, в том, что Россия должна все-таки заслужить свою изоляцию. И вот касательно Китая, да, прозвучало тоже в Европе, поддерживает проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Россией, и Украиной. Но, очевидно, не идет абсолютной речи о саммите глобального мира в Швейцарии. А Китай уже пригласили на него? И какая реакция? Китай, безусловно, пригласили все страны, потому что чем более широкое присутствие будет в количественном смысле слова, тем более фундаментальные задачи можно будет решать. Опять же, проблема сегодняшнего момента это в том, что Россия все-таки имеет не то что поддержку, а имеет вот этот большой пояс нейтральных стран, и внутри этого пояса чувствует себя комфортно, постоянно пользуясь трибуной Совета безопасности, чтобы на него влиять, ну, пропагандистски влиять. Поэтому, конечно же, и Китай приглашен, и другие страны, относящиеся к тому же БРИКСу или к тому же глобальному Югу, приглашены. Тут проблема в следующем. Проблема в том, что исходить из концепции, что должна быть мирная конференция, которая будет признана Россией и Украиной, это концепция абсолютно провальная, абсолютно недееспособная, которая только будет масштабировать войну, приводить к эскалации. Еще раз, разные совершенно цели в этой войне у мирового сообщества, как это ни парадоксально звучит, у Украины и у Российской Федерации. Украина, безусловно, хочет освободить свои территории. Мировое сообщество и Украина, безусловно, хотят возврата международного права как такового, как доминантного права. Россия крайне в этом не заинтересована. Россия заинтересована вне проигрыша в войне. То есть она хочет остаться на оккупированных территориях, несомненно. Она хочет не нести ответственность за военные преступления. Она хочет продолжать экспансию любыми другими типами, любыми другими форматами. Терроризм, политические убийства, расширение информационно-пропагандистской работы, диверсия, о которой, кстати, в Европе постоянно говорят, они действительно там уже происходят, и Россия в этом непосредственно организационно-финансовое участие принимает. И так далее. То есть это совершенно несопоставимые и невозможные цели, взаимоисключаемые. То есть поэтому ожидать, это какая-то легкая такая, на мой взгляд, наивность. Ожидать, что можно несопоставимые взаимоисключающие цели объединить в какой-то конференции, это точно не приведет к разрешению конфликта, к разрешению войны. Наоборот, это только усугубит тяжесть этой войны для других стран. Почему? Потому что это будет замороженный конфликт, если удастся, но это как минимум. А с другой стороны, это будет замороженный конфликт с постоянно открытыми атаками России. То есть Россия будет вести себя намного более нагло, если не проиграет войну. Единственное условие тому, чтобы мир вернулся к каким-то правилам, это безусловный, безусловный проигрыш России. Что такое безусловный проигрыш России? Это демонтаж системы, авторитарной системы, которая уже полностью завершена, ну то есть ее монтаж полностью завершен на вот этим коронацией Пахана 7 мая. И, соответственно, если эта система будет демонтирована, тогда мир получает возможность договариваться о правилах жизни дальше. И это точно устраивает всех, включая Китай. Просто, к сожалению, эти страны не до конца пока глубоко понимают это. Если Россия сохраняется в таком виде, то мы имеем с вами глобальную проблему, которая будет только нарастать. То есть безопасности не будет, хаотизации будет много, военных конфликтов, эскалации будет много, цена жизни станет гораздо более дешевой, и в то же время цена безопасности резко возрастет. То есть страны начнут гонку вооружений, вкладываться вот в эти военные технологии, ядерные технологии начнут расползаться по миру, потому что все будут понимать, что если у тебя есть ядерные технологии, ядерное оружие, носители ядерного оружия, то ты более гарантированно будешь в безопасности находиться и так далее. Это чрезвычайно опасная ситуация, в том числе, кстати, и для стран глобального юга. Вот о странах глобального юга. В продолжение президент Украины лично пригласил своего аргентинского коллегу Хавьера Миллеем присоединиться к июньскому саммиту мира. Об этом сообщил Владимир Зеленский. Он отметил важность присутствия представителей Латинской Америки на мероприятии в Швейцарии. Однако пока еще неизвестно, примет ли Хавьер Миллее участие. Отмечу, что Аргентина является сторонником именно украинской формулы мира. Тут еще также важно отметить, почему нет альтернативы украинской формулы мира. И этот марафон, как в вечернем обращении Зеленский упомянул, приглашений стран продолжается. Успеют ли все страны, которые запланировали пригласить? Успеют. Президент у нас трудоголик в хорошем смысле слова. Он активно работает, потому что для него это принципиально важно. Потому что, безусловно, саммит мира, который должен окончательно масштабировать формулу мира как единственную дорогу к справедливому миру, несколько раз слово «миру» употребляем, это важная составляющая вообще всего процесса. Потому что, как только ты это количественно понимание этого увеличиваешь, то, соответственно, тогда можно говорить о другом формате экономических санкций, о другом формате изоляции России на международном рынке, о другом формате военной, финансовой, гуманитарной поддержки Украины и так далее. И, соответственно, конечно, очень важно прямое присутствие президента в переговорных процессах, потому что тогда лидеры других стран действительно понимают четкое, глубинное понимание Украины и тех процессов, которые должны произойти и на саммите мира включительно, понимают, почему эта дорога единственно возможна, она имеется через формулу мира, и почему Россию нужно к этому принуждать объединенными усилиями. Чрезвычайно важно. Что касается Аргентины, несомненно, на мой взгляд, Милей крайне интересный лидер страны. У него совершенно другое видение, чем у пиранистов, что происходит в Аргентине. Он абсолютно точно разделяет те ценности мира, которые разделяем мы с вами. Он абсолютно точно понимает те риски, которые несет Российская Федерация, публично об этом говорит. И, соответственно, конечно же, Аргентина сегодня максимально жестко поддерживает Украину. Это очень и очень позитивный сигнал для Латинской Америки, где, к сожалению, долгое время российская пропаганда, точно так же, как и на африканском континенте, активно работала в испанно- и франкоязычных средах. Поэтому с этим тоже нужно работать. И такие, скажем, партнеры, которым является президент Аргентины, нужно дорожить. И президент Украины абсолютно правильно делает, что лично общается с ними, приглашая их на саммит мира и объясняя причины этого саммита, объясняя, какие мы хотим получить результаты на этом саммите и объясняя, почему Российская Федерация все-таки должна быть, на мой взгляд, абсолютно во всех смыслах этого слова, изолирована. А это возможно добиться, когда на саммите, например, мира будут приняты декларативные решения. Да, мы понимаем риски, которые несет Россия, мы понимаем, что это за тип войны, мы понимаем, что эта война не может закончиться никаким компромиссом, мы понимаем, что в этой войне Россия должна проиграть и так далее и тому подобное. По-моему, изоляция уже началась и полным ходом демонстрируется. Вы уже упоминали о так называемой инаугурации диктатора Путина, которая происходила 7 мая. Практически никто не приехал, даже Лукашенко, как ни странно, не было. Большинство стран отказались участвовать в инаугурации и присутствовали представители лишь 6 государств. Венгрии, Словакии, Франции, Греции, Мальты и Кипра. Во Франции, в кругах, скажем так, дипломатических Франции объяснили, что присутствие французского посла не означает ничего иного, как просто потому, что есть посольство в Москве французское, а в ЕС в целом подчеркнули, что участие нескольких дипломатов Блока не ставит под вопрос поддержку Украины Евросоюзом. Как вы оцениваете эту инаугурацию? Негативно. Смотрите, давайте, потому что мне не очень нравится вот это расщепление сознания, которое вносится в любое присутствие на тех или иных мероприятиях, где есть субъект Путин, так или иначе обозначает, что вы признаете его право убивать Украину. Поэтому, когда вы говорите об изоляции, я бы все-таки здесь без иллюзий относился. К сожалению, той изоляции, которую необходимо получить, нет. Потому что изоляция означает полное непризнание легитимности субъекта Путина, нелегитимности тех органов, которые будут им назначены. Сейчас идет формирование у них, опять же, правительства. На мой взгляд, все это нелегитимно. Никакой Мишустин не является премьер-министром, и никакие министры не будут являться министром. И, соответственно, они должны быть изолированы от возможности и участвовать в тех или иных международных событиях. Должны быть определены страны-посредники, через которые будут идти те или иные общения с Российской Федерацией по гуманитарным направлениям. И вот в такой формуле, конечно же, тогда выпадает возможность легально вести бизнес в России, особенно для европейских банков и европейских компаний, работать на потребительских рынках России. Дальше тогда абсолютно точно умирает вот эта дивная, на мой взгляд, пропагандистская концепция «Давайте запросим российских спортсменов под нейтральным флагом». Не бывает никаких спортсменов под нейтральными флагами. Это граждане России. И, между прочим, на многих соревнованиях они себя ведут абсолютно вызывающе. Они одеваются в российские формы, в российскими знаками, ходят везде и, соответственно, продвигают идею войны как таковой. То есть вот этого не хватает. Дальше российские культурные мероприятия должны быть остановлены везде, потому что, опять же, это все промоция войны и так далее. Присутствие стран, давайте здесь будем корректными, присутствие стран на инаугурации, а вернее на коронации Пахана четко означает, что они разделяют его легитимность, одобряют его тип ведения внутренней политики, одобряют то, что в России не существует электорального конкурентного политического поля, что там не было выборов и что человек, который, в принципе, скажем так, автоматически уничтожая оппонентов, назначает себя паханом территории, для них это символ того, что он, в принципе, юридически корректно избранный президент. Это неприемлемо во всех смыслах этого слова. Безусловно, любая страна имеет право на национальную политику, свою внутреннюю, внешнюю политику. Конечно, она определяет те или иные приоритеты. Но еще раз, если мы хотим все-таки прийти к окончанию войны, к справедливому финалу в этой войне, нужно точно расставлять акценты, не пытаясь усидеть на двух стульях. Четкие акценты следующие, очень коротко. Первое. Россия должна проиграть. Второе. Для этого нужно пересмотреть форматы участия России в глобальном политическом процессе. Третье. Нужно пересмотреть форматы экономического сотрудничества с Россией. А это санкции, санкции, еще раз санкции. Четвертое. Самое важное. Это безусловная изоляция России в международном политическом, экономическом, культурном, информационном пространстве. Это достигается за счет приостановки членства Российской Федерации, потому что органы власти, сегодня сформированные в России, не являются юридически корректными и легитимными. Стоит отметить, что спикер внешнеполитической службы Петер Стана, он заверил, что это совсем не о признании легитимности Путина, это скорее протокольные вопросы. И Роберт Моцоло... Можно я ремарочку? Здесь важную ремарочку сделаю. Вот смотрите. Вот мы с вами только что говорили о саммите мира, о том, что важно работать со странами, которые относятся к нейтральному поясу, с тем же Китаем, с той же Китайской Народной Республикой. И, соответственно, теперь, какой сигнал они видят, когда присутствуют представители Европейского Союза, стран, так называемого, Клуба Рамштайн, на подобных мероприятиях? Это двойственный сигнал. Они точно, они и так нейтральную позицию занимают. И когда Россия может использовать Совет Безопасности ООН для постоянного промоутирования темы войны? Когда кто-то приезжает, официально встречается с Путиным или на его какие-то мероприятия? Когда российские спортсмены появляются на Олимпиаде в Париже? Когда европейские банки с таким восторгом, пафосом, захлебываясь в собственной значимости, рассказывают о том, что они получили надприбыли 800 миллионов евро, заплатили прямых налогов в милитарный бюджет. Какой сигнал это дает нейтральным странам? Почему нейтральные страны, включая Китай, должны отказаться от сотрудничества с Россией? Почему они должны занять позицию, что эта война должна быть справедливо финализирована? То есть не бывает такого. Вы не думайте, это мы не так должны интерпретировать. Ничего подобного. Интерпретации всегда однозначны. Вы приехали, вы легитимизировали. Не более, но и не менее того. Последующие оправдания не играют никакой роли. Вот нужно так понимать то, что сейчас происходит, и, соответственно, требовать и от наших партнеров настаивать на том, что если мы хотим прийти к финалу в этой войне, к справедливому, это важное слово, к справедливому финалу, нужно не использовать вот эти двойственные методики. Тут сложно не согласиться, конечно же. Ну и вот использование Российской Федерации любых поводов, ну и, конечно же, исторически в первую очередь. Давайте вспомним и парад в Москве к 79-й годовщине победы СССР над Германией во Второй мировой войне. Был в этом году куда скромнее, чем даже в предыдущие годы. И поскольку российские войска массово задействованы на фронте, по Красной площади прошлось только около 9 тысяч солдат, тогда как в прошлом году сообщалось о 10 тысячах. В этот раз не было ни расчетов боевых подразделений, за исключением одной железнодорожной бригады. Задействовали только курсантов военных вузов, представители военной полиции, Росгвардии, МЧС, а также отдельный расчет участников так называемой СВО, как и в прошлом году, собственно. А гостей на мероприятие тоже приехало мало, кроме Путина. На Красной площади были президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также Туркменистана и Узбекистана, которые прибыли в РФ на саммит Евразес. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, побывавший на саммите на парад, не остался. В то же время специальными приглашениями стали лидеры Лаоса, Гвинеи, Бесау и Кубы. И если обратить внимание на то, как комментировали этот парад, то говорили, вот вам весь мир съехался, что называется. Но чем запомнился? Это с летевшим ботинком на Красной площади одного из солдатов, который маршировал, танком Т-24. Ну и единственное, конечно же, опять комплекс ЯРС выкатали. Ну, собственно, это в контексте пропаганды и угроз, ядерных угроз Путина, который на трибуне, как всегда, угрожал всем и всяк, что называется. Вам что запомнилось в этом празднике жизни одного человека? Как всегда, никчемность того, всё, что касается мифов, которые продаёт Российская Федерация. Нету никакой масштабной крупной страны. И есть фейковая страна, которая долгое время мир пугает, пользуясь тем, что она большая, ресурсная и владеет ядерным оружием. Но самое важное, давайте мы зафиксируем, Российская Федерация или, вернее, Советский Союз не побеждал Германию. Германия проиграла Вторую мировую войну, потому что её победила Коалиция Союзных Сил, где весомую роль играла Великобритания, которая начинала войну гораздо раньше, с 3 сентября 1939 года, в тот самый момент, когда Советский Союз считался союзником нацистской Германии, активно снабжал её ресурсами, проводил обучение нацистских войск, ну, то есть управленческого звена, в соответствующих учебных заведениях Советского Союза. Поэтому ещё раз, победила Коалиция, весомую роль, которую сыграла Великобритания, Соединённые Штаты, которые снабжали, прежде всего, Советскую Россию, которая была, опять же, как всегда, фейковой на тот момент, снабжала необходимыми инструментами для этого. И поэтому говорить о том, что кто-то там ходит по Красной площади, потому что они кого-то победили, это нелепо. Исторически это всё выглядит совершенно иначе. Третья составляющая, но так как Россия нелепая страна, и всегда такой будет, мне очень нравятся подобные нелепые картинки, когда стоят надутые персонажи с фейковыми ветеранами и, соответственно, рассказывают о том, как они эффектно воюют. Они и сегодня показывают, как они эффектно воюют. К сожалению, для нас с вами единственная проблема, с которой мир должен закончить считаться, это количество ресурсов, которые есть у России. Имеется в виду и мобилизованных, и старых военных ресурсов, и денег, главное денег. Вот то, что я хочу, чтобы мы осознали. Как только мир придёт, мир, я имею в виду, мир цивилизованный, как только он придёт к осознанию того, что война — это экономика, это деньги, за счёт которых можно продолжать эту войну, и перестанет, ещё раз, сидеть на двух стульях, позволяя России зарабатывать эти деньги и финансировать вот это абсолютно бесполезное толпы людей, которые приходят в другие страны резать кого-то, вот тогда, собственно, я буду считать, что все эти парады полезны, как ни парадоксально это звучит, потому что они миру показывают истинную нищету современного русского мира. Вот то, что мы увидели, это всё всегда так и выглядит, то есть лоск внешний, потёмкинская деревня внешняя, а внутри полная гниль. Этот парад — это и есть демонстрация полной, тотальной, безусловной гнили сущности русского мира. Вот, собственно, и понятно, зачем проводить парад, если особо хвастаться нечем. Конечно же, не могу не вспомнить и о севере Харьковской области, о попытке российских войск расширить операции против Украины в Харьковской области. Это уже можно считать неким, скажем так, прорывом фронта и рассматривается ли в офисе президента, возможно, некое обращение к тем странам, которые говорили о красных линиях, в какой момент возможно отправят войска на территорию Украины. Рассматривается ли в офисе президента обращение, возможно, к Франции или в той же Литве. Да, пускай эти страны говорили об войсках в виде учений на нашей территории, но тем не менее. Давайте будем реалистами. И, соответственно, все заявления об иностранных контингентах это пока такой внутренний политический дискусс, не более того, готовности, безусловно, мы не видим пока, такой логистической готовности. Но, тем не менее, давайте зафиксируем первую военную обстановку на Харьковском направлении, комментируют военные, и они комментируют ее достаточно сдержанно. Там все, в принципе, контролируемо. Второе, там нет никаких прорывов. Да, тяжелейшие бои. И да, эти бои требуют более объемного обеспечения необходимым ресурсам. И вот об этом нужно говорить на разных площадках, и президент это делает прямо и публично, о необходимости насыщения Украины большим количеством снаряда, дальнобойной ракеты, авиационного компонента и так далее. Вот об этом нужно говорить. И, соответственно, хотели бы от наших партнеров получать еще раз большие объемы именно этого ресурса. Что касается России, не забываем, с лета прошлого года они накапливали ресурс, они считают, что для них это кульминационный момент войны, когда они смогут все-таки добиться каких-то целей. При этом мы с вами не забываем, что ключевая цель этой войны для России это уничтожение украинской субъектности, суверенности и тотальная оккупация, включая центральных регионов Украины. Получится ли у них это? Нет. Смогут ли они прорвать линию фронта? Нет. Будут ли тяжелые бои? Да. И будет ли иметь для необходимого отражения этих атак оборонительный инструмент Украина? Будет иметь. Будут ли наши партнеры наращивать это? Безусловно, будут. И, соответственно, в какой-то момент вот этот критически накопленный ресурс России будет иссякать, а критически накопленный ресурс Украины будет только в большем объеме. И, соответственно, тогда мы будем видеть по линии фронта другую ситуацию. Что касается, вернусь к изначальному вопросу о контингентах, мы можем, конечно, дискутировать, можем проводить консультации с нашими партнерами, но, на мой взгляд, это тяжелый вопрос, который, в принципе, будет тяжело дискутироваться в национальных сообществах тех стран, которые даже инициативно об этом говорят. Я имею в виду Францию, я имею в виду другие страны Восточной Европы и так далее. По сути, не хочется ставить в тупик наших партнеров, получается. По сути, да. Нам сейчас приоритетно важно поставки техники и амуниции. Смотрите продолжение в следующей части. Продолжение следует...